МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. Это 112-й канал в пакете ЗАО. В студии Наталья Дюрть и сегодня в нашем выпуске. Слышать проблемы людей. Прием граждан провел помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гродненской области Сергей Равнейко. До финала два экзамена. Абитурентам осталось сдать два предмета, а дальше резервные дни и подача документов. Праздник каждый день. Впервые в Гродно на протяжении целой недели проходит концертный марафон. Место встречи изменить нельзя. Партизанский лагерь традиционно собрал ветеранов накануне Дня независимости. Начнем выпуск новостей с прогноза погоды. Напомним, на 29 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны ожидаются грузы. В отдельных районах град, сильные ливни и шквалистые усиления ветра порывами 15-20 метров в секунду. В пятницу, 30 июня, на большей части территории Беларуси прогнозируется кратковременно дожди. В отдельных районах сильные дожди и грозы. В пригрозах усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью 16-22 градуса. Днем до 28. Рекомендуется воздержаться от поездок во время непогоды и не оставлять свои автомобили вблизи деревьев. По-настоящему горячий июнь. Несмотря на погоду, обе туриентов подходят к концу. Девять предметов уже позади. Тестирование по всемирной истории и географии состоится в конце этой недели и завершит кампанию централизованного тестирования 2017. В этом году правила вступительной кампании претерпели существенные изменения. Теперь можно сдавать 4 теста вместо 3. И действительно, они будут 2 года. В этом году в Гродненской области более 4,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались на вступительные испытания. На данный момент написано более 23 тысяч тестов. Примерно половина из всех абитуриентов области воспользовались возможностью и прошли испытания по 4 тестам. К слову, самым популярным предметом среди будущих студентов оказался русский язык. За ним математика. Не обошлось и без инцидентов. К проведению непосредственно самого тестирования у контролирующих органов вопросов и претензий не оказалось. А вот недобросовестных абитуриентов, которые попытались пронести в аудиторию мобильные телефоны, выявлено трое. Все попытались нарушить установленное правило в день сдачи русского языка. Напомним, что в случае, если абитуриента поймают на попытке списать или воспользоваться электронным устройством, то к дальнейшей сдаче централизованного тестирования в этом году он не будет допущен. Впрочем, помимо трех незадачливых молодых людей, других подобных эксцессов зафиксировано не было. Не все абитуриенты смогли явиться по тем или иным причинам на централизованное тестирование. Таких у нас в области уже на сегодняшний день 919 человек. Все они, если не явка была по уважительной причине, подтвержденная, и они эту причину могут документально подтвердить, могут подать заявление на участие в проведении централизованного тестирования в резервные дни. Резервных дней в этом году три. 4, 6 и 8 июля на базе Белорусского государственного университета те абитуриенты, кто не смог явиться на испытания в основной день, имеют возможность сдать централизованное тестирование. Зарегистрироваться на прохождение вступительных испытаний можно с 30 июня по 3 июля. Ну а первые результаты тестирования по русскому и белорусскому языкам уже известны будущим студентам. Они могут узнать о них в специальных приложениях. Выдача сертификатов с результатами начнется 10 июля. Трудовые отношения, благоустройство дорог, совершенствование системы образования. Такие вопросы были основными, которые волновали пришедших на личный прием к помощнику президента, инспектору по Гродненской области Сергею Равнейко. Всего за помощью обратилось 12 человек, большинство из которых – жители города Гродно. В основном люди поднимали проблему общего характера. Например, страдающие многие годы с сахарным диабетом, пожилая Гродненка обратилась с просьбой внести изменения в действующий закон в области здравоохранения. В частности, речь шла о препаратах инсулина. Со слов пенсионерки, лекарство, которое закупается централизованно и отпускается в аптеках больным людям бесплатно, крайне неудобно в применении. Для больных с сахарным диабетом в преклонном возрасте жизненно необходима иная форма выпуска препарата. Сергей Равнейко пообещал данный вопрос направить в нужную инстанцию для детального изучения. Этой же посетительнице был поднят еще один вопрос – подготовка молодых специалистов, в частности врачей. К слову, вопросы развития и совершенствования системы образования, которая и занимается обучением кадров, в Беларуси сегодня обсуждается на самом высоком уровне. Буквально недавно я был на лакокраске и был на азоте. Тоже обсуждали в том числе качество подготовки молодых специалистов. Оказывается, что молодой специалист для того, чтобы начать работать по специальности, которую он получил в ВУЗе, он должен отработать на производстве два года для того, чтобы пройти переобучение. То есть это слишком большая роскошь, когда мы выпускаем человека с институтской или университетской скамьи, а потом еще два года начинаем его переучивать. А вот Дмитрий Карпоть с Берестовицы обратился к помощнику президента с личным вопросом. Сотруднику таможни без объяснения причин за шесть дней до 20-летней выслуги лет не продлили контракт. Сергей Равнейко, высушив посетителей, изучив материал дела, отметил, с точки зрения закона никаких нарушений нет. Однако почему бывшему таможеннику доходчиво не объяснили причину увольнения, это другой вопрос. И как отметил Сергей Равнейко, этот момент будет выяснен. Попасть на прием могли жители всей области. Проблемы, обратившиеся, были высушены и приняты меры по их решению. А вот обходных или размытых ответов на обращение граждан, подчеркнул помощник президента, быть не должно. Также он отметил, что в настоящее время необходимо повышение правового сознания рядового гражданина. Некоторые ответы настолько витиеватыми, что чтобы выяснить, где истина, нужно его прочитать раз пять, сверху донизу, чтобы понять, что где-то в середине, конкретно в этом слое, есть зарыта истина, и она на самом деле ответ на обращение гражданина. Совместное заседание областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией и коллегия Комитета государственного контроля Гродинской области состоялось в нашем городе. Комитет госконтроля вывел ряд недостатков в работе ЖКХ. Основные замечания связаны с работой организации по снижению затрат и экономии ресурсов. Продолжает иметь место факты завышения себестоимости оказанных населению услуг, незаконного получения субсидий и неэффективного использования бюджетных средств. Немало недоработок выявлено сотрудниками госконтроля и в реализации системы раздельного сбора мусора. Сегодня нужно усилить работу и по информированию населения, обратить внимание на те проблемные площадки, по которым наибольшее обращение граждан и где действительно они установлены в тех местах, которые не устраивают ни население, не устраивают само спецавтохозяйство, которое занимается вывозом. Возможно, необходимо будет провести работу по переносу этих площадок. Немало нарушений было выявлено и в сфере образования. Как выяснилось в ходе проверок, 100 молодых специалистов по различным причинам в 2016 году не приступили к работе на первом рабочем месте. И если у одних на это есть уважительная причина, декрет, служба в армии, больничный, то другим молодым людям за такой прогул придется вернуть государству деньги, затраченные на их профессиональное обучение. Также в ходе мониторинга было выявлено, что в сфере образования области не соблюдается финансовая дисциплина и бюджетное законодательство, а государственные средства в ряде случаев используются нерационально. И таких негативных примеров целая сотня. Управление по труду и соцзащите Гронинского горосполкома направлялись на обучение лица, которые уже к моменту направления на обучение были осуждены. Естественно, они не проходили обучение и, соответственно, средства были потрачены впустую. Можно привести такие примеры, когда направлялись на обучение повара, направлялись на обучение в качестве продавцов, и тут же продавцы направлялись на обучение в качестве поваров. Были установлены факты использования с нарушением средств бюджета в сумме 2,6 млн. рублей, позволило сэкономить бюджетных средств в сумме 1,2 млн. рублей, поставлено на учет основных средств на сумму 3,9 млн. рублей. При этом по материалам проверок было возбуждено 7 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 18 человек, к дисциплинарной 207, в том числе 7 человек на сегодняшний день уже освобождено от занимаемых должностей. В столице обновили республиканскую доску почета. Соответствующий указ об этом еще несколько дней назад подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Традиционно это мероприятие проходит в преддверии важных государственных праздников. А последние три года традиция чествовать лучших закрепилась именно за Днем Независимости. В почетный список лучших по итогам 2016 года попали и гродницы. Так в сфере социально-экономического развития победителем среди районов Беларуси стал Гродненский. Оценили наши достижения и в строительной отрасли. И теперь на республиканскую доску почета занесено предприятие Гродно Промстрой. По экономии ресурсов, наряду с другими, лучшим был признан Московский район Гродненской области. К слову, ежегодно в почетном списке появляются новые номинации. И наш регион занимает почетные места на республиканской доске почета регулярно. Партизанский лагерь ежегодно становится местом встречи ветеранов Великой Отечественной войны и представителей власти. Накануне Дня Независимости здесь собираются все те, кто защищал Родину и до сих пор детально помнит свои партизанские будни. Именно с их слов создавался этот историко-культурный комплекс. Какими воспоминаниями сегодня охотно делятся ветераны в нашем следующем сюжете. На днях Татьяне Разгуляевой исполнилось 93 года. Она старается не пропускать встречи и мероприятия, посвященные годам войны. С 17 лет Татьяна Ивановна была в партизанском отряде в России. Радистка, шифровальщик, охранник и даже механик. Четыре ответственные должности легли на хрупкие плечи маленькой девочки-бойца. Когда нас хотели, значит, думали перебросить в Белоруссию к самолету, готовились к самолету для того, чтобы через линии фронта перелететь, ну и вот этот самый капитан спрашивает, ну что, пацан, устоишь? Я говорю, какой пацан? Я пацанка. Вот почему вы не назвали? Да, да, какой я пацан? Я пацанка. Ну что, девчонка? Столько мне лет, ну, 18 лет. Бойна многих лишила детства и юношества. Вместо беззаботного времени им пришлось сражаться за свою родину. Николай Лагуткин окончил 8 классов и тут же начал свою военную историю в Воронежской области. Два года он освобождал территорию России и Украины. Радостную весть о великой победе Николай Ильич узнал на территории Германии. И после окончания страшной войны его служба, как и многих других, не закончилась. Когда я закончил воевать, то есть участие на фронте, мне пришлось, не только мне, а всем молодым людям моего возраста, 25-й год, прислужилось еще очень долго служить в армии. Родина требовала. Это еще целых 5 лет после войны. Всего 7 лет я еще в качестве солдат служил в армии. Уже традиционно каждый год накануне Дня независимости ветераны Великой Отечественной войны приезжают в партизанский лагерь возложить цветы к памятнику и зажечь свечи. Здесь все максимально приближено к реальным условиям партизан. Здесь ветераны встречаются друг с другом, чтобы вспомнить, как когда-то давно они вместе сражались за свой дом. К сожалению, ветеранов становится все меньше, но мы ценим жизнь каждого из них, поддерживаем и морально, и материально, и закрепленные волонтеры, и различные коллективы, где они раньше работали. Они еще долго будут говорить обо всем на свете, петь любимые военные песни под гармонь и танцевать, как несколько десятков лет назад. А уже 3 июля они снова наденут свои парадные мундиры с наградами, а некоторые из них пройдут в парадном строю по улицам родного города. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Почувствовать праздничное настроение задолго до Дня независимости гродницам в этом году поможет марафон концертов. Танцевальные и вокальные коллективы, взрослые и детские, артисты разговорного жанра создают на центральной площади Гродно теплую и душевную атмосферу в течение всей предпраздничной недели. О том, как проходит концертный марафон и каких сюрпризов ждать непосредственно 3 июля, расскажет наша съемочная группа. Грожина Кручинская и Светлана Батура – часть большого и дружного коллектива Народного театра Островецкого идеологического центра культуры и творчества. В этот раз они на гродненской сцене в роли клоунесс в программе «Загадки, веселые танцы и юмор» для маленьких гродненцев. Мы приехали сюда, чтобы развеселить детишек, чтобы показать им, что город Островец тоже может веселить, радоваться, потому что мы детей очень сильно любим, мы часто им дарим хорошее настроение. И я думаю, что всем понравилось наше выступление. Четыре сотни коллективов со всей области всю неделю в преддверии Дня независимости Республики Беларусь на гродненской сцене дадут семь концертов. Ежедневно, начиная с 26 июня, каждый гродненец прямо на Советской площади может присоединиться к предпраздничной атмосфере. Марафон концертов «Талента у Россыпь» до Святок Раины – первое подобного рода мероприятие в Гродно. Раньше различные концерты и выступления проходили только непосредственно 3 июля. В этом году организаторы решили продлить праздник гродницам и начать его на целую неделю раньше. Наталья Литвин из Народного ансамбля «Светанок» вместе со своим творческим коллективом среди выступающих на этом марафоне. Она признается, считает День независимости праздником всеобщим и всебелорусским, и возможность стать частью этого дня для нее очень важна. День независимости – это государственный праздник, это праздник для всех жителей нашей Беларуси. Это радость, это гордость, это когда Беларусь стала суверенным, независимым государством, поэтому это, еще раз повторюсь, огромная честь. Коллективы, которые присоединились к марафону и выступили, или еще выступят перед гродинскими зрителями, носят звания народных, заслуженных или образцовых, а это свидетельство уровня подготовки коллективов и отдельных участников концертов. Для самих же коллективов это возможность не только стать частью одного большого концерта длительностью в целую неделю, но и шанс заявить и рассказать о себе широкой публике. Такого рода поездка для нас – это лишний повод увидеть новую сцену, новый город. Тем более, как бы это был с центром, не так часто мы сюда приезжаем, и только за счастье нам такие поездки. Народные песни, развлечения и интерактив с аудиторией, знакомые зажигательные ритмы. На этих концертах хорошее настроение может быть только на отметке «Максимум». Концерт, конечно, привлек внимание зрителей. Многие просто шли по своим делам, да и решили остаться и посмотреть на выступления артистов. Увиденным остаются довольны. Концерт очень замечательный, очень интересные артисты. Я понимаю, это самодетельные артисты, но в то же время чувствуются, как профессионально поставлено. Очень забудет. Но самое главное, что забудет и поднимается настроение. Вот это самое главное. Концерт классный, на самом деле. Музыка веселая. Пришел сюда с друзьями потанцевать. Весело все. Очень сильно нравится. Это очень хорошее времяпровождение. Вообще мы попали сюда случайно, но концерт, мне кажется, интересный. Мы такого еще не видели. Впереди еще масса мероприятий и памятных, торжественных и развлекательных. Но основное действие развернется уже 3 июля, в День независимости Республики Беларусь, у Кургана славы, чтобы всем вместе отметить самый главный праздник страны. Иоланта Будила, Агаджан Батырджанов. Новости Гродно+. Внимание, розыск. Из-за справительного учреждения открытого типа, расположенного в Гродницкой области, совершил побег осужденный Шимановский Юрий Викторович, 88-го года рождения. На вид 25-30 лет, рост 175-178 сантиметров, худощавого телосложения, волос короткие русы, имеются лобные залысины, глаза карие. Был одет. Короткая коричневая кожная куртка, черная майка с длинным рукавом, светлые бежевые джинсы. Просьба гражданам, располагающим какой-либо информацией о месте нахождения сбежавшего Юрия Шимановского, сообщить по телефону 102. И напоследок. Драматический театр совместно с Гродинской капеллой приглашает на удивительный спектакль с участием солистов Большого театра Беларуси. Опера в пижаме – это своеобразная комедия положений. История четырех оперных певцов, сплетенной в пикантную сюжетную линию. Не пропустите 4 июля на сцене Драматического театра. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. МТС представляет сервис «Мобильная защита». Теперь застраховать смартфон, планшет или умные часы от негарантийных поломок можно в любом собственном салоне связи МТС. Мобильная защита помогает избежать расходов в большинстве распространенных бытовых ситуаций. Если устройство получило механические повреждения, в том числе разбился экран, сломалось под воздействием жидкости или было похищено. В любом из этих случаев абонентам, оформившим услугу, компенсируется стоимость ремонта или самого гаджета. Узнать подробности об услуге и заказать ее сегодня можно во всех фирменных салонах оператора. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру 77 33 04. И напоминаем, что программы телеканала Грудно Плюс доступны и абонентам пакета зала. Мы работаем на 112 канале. А я с вами прощаюсь. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!